Меньше действует судьба, больше победы в жизни у человека, больше развития, больше прогресса, больше счастья. Концепция страсти, милость, недействие. Потому что человек не хочет личный контакт в отношении с Богом. Он хочет счастья здесь, на этой земле. И он будет получать соответствие со своими поступками. Если человек живёт так, что он в основном делает добрые дела, всем помогает, но при этом не думает о Боге. Как вот, допустим, в СССР были же такие люди, они всех заботились, всех помогали, и они получают награды за это. А если они, наоборот, грешат, получают наказание. И здесь нет никакого пристрастия, никакой милости нет. Вот что подсеешь, то и пожнешь. Всё. Всё чётко по гороскопу. Третий вариант. Когда человек живёт для себя, ему все пофиг, он своё личное счастье ставит выше. Ему говорят, почему ты так себя ведёшь? Ты же всем приносишь одни проблемы. Он говорит, да мне пофиг. Как вы думаете, человек из страстной концепции может в невежественную перейти? Совершая поступок, который Моисей сказал, не совершайте. Человек из благости или страсти приводит к невежественному существованию. Он начинает жить только для себя. Он говорит, почему я не могу позволить себе быть счастливым? Я встретил девушку своей мечты. Вот, допустим, мы, если вместе все живём, мы все несчастливы. А тут я хотя бы один буду счастливым. Так он вам говорит? Так примерно? Это называется невежественная концепция. Она возникает от греха. Человек совершает грех, вот такой очень тяжёлый поступок, и у него сразу же меняется восприятие мира. Он начинает жить для себя такой человек. Всё, ему уже пофиг все остальные. И когда у человека невежественная концепция, то он не по законам судьбы живёт. Вот у него судьба другая, она лучше. Этот человек живёт по законам деградации. То есть он катится в пропасть, этот человек. Он будет жить хуже, чем ему положено. Понятно? Поэтому Моисей и говорил, не надо, как бы, козлёночком станешь. Не пей водицу, козлёночком станешь или козлом. То есть не совершая этот поступок, получишь проблемы в своей жизни. И если ты думаешь, что ты спасёшься от закона, скроешься, от Бога никто не скроется, он как в телевизоре всё смотрит, всю нашу жизнь. Он всё про нас знает. Ну хорошо. Как цели и мотивы приложимы? Ну ладно, я вам очень высокую философию рассказал. Давайте попытаемся… Вы хотите разобраться в этих людях благостно и страстно, невежно? Глубже понимать хотите? Вот, допустим, язык благостных людей. Как они говорят? Просто, понятно, откровенно. Страстные люди, как говорят? А? Модно. Модно они пытаются себя пиарить. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вам прочитать лекцию. Вы сюда не зря пришли, вы знаете, да, что вы не зря пришли в этот зал. Это просто так повезло вам, потому что у меня скидки, и поэтому эта лекция, она не так дорого стоит, как на самом деле знание, которое я имею. Оно бесценно. В основном у меня семинары стоят в 10 раз дороже. Но сегодня у нас скидки, поэтому можете послушать вот так. Уже тошнит вас понемножку, нет? Вот. Это страсть. Когда имеешь дело с человеком в страсти, он такой, он носит понты. Бывает, от понтов не тошнит. Знаете? Это страсть, когда по отношению к человеку вот у тебя есть желание. Вот, допустим, есть женские понты. Это страсть. Женская красота — это страсть. Мужская сила — тоже страсть. Допустим, и от них не тошнит. Это вызывает восторг. Ну, допустим, девушка приятно себя ведёт, она такая симпатичная такая. Вот. Мужчины радуются такой девушке. Почему? Потому что они хотят наслаждаться женским телом. Это мужской психике заложено. Они хотят наслаждаться, поэтому девушка симпатичная. Здравствуйте. Меня зовут Вася. В женском туалете. Ну и дура. Понравилась девушка. Забыл, что он в женском туалете к женщину переоделся. Женщина удача. Ладно, это я так в кино вспоминаю иногда. Вот. То есть мужчины реагируют на женскую красоту. Женщины реагируют на силу. Женщине важна сила мужская. Сила, что было. И она реагирует. То сильный мужчина, и она сразу раз. Ей приятно. Женщина хочет, чтобы была сила. И она обидит силу. Классно. Но мужская сила, как бы, это его понты и его мужчины. Понты — это то, что помогает жить. Допустим, понты — это рога у оленей. И они вырастают очень большими. В определенные сезоны оленей разбегаются. И этими понтами друг друга сшибают. И из-за того, что понты отвариваются, и у тебя зато освобождается место, чтобы росли новые рога. Чувствуешь себя свободнее в жизни. Второй вариант. Понты остаются, и значит, ты получаешь оленику. Оленика не пойдет за оленем беспонтовая. Беспонтовый олень. Вот. Получается, вот, ну, вообще, как бы, никому не нужен. Нужен с понтами. Вот. Поэтому женщина, видишь, мужчина с понтами, она, ой, я с тебя выхожу. Если без понтов, она думает, ну, нафиг мне беспонтовый, как бы, такой. И вот за счастье мне с ним жить. Ну, то есть страсть в жизни присутствует, да? Она все равно есть. Вот, когда я, допустим, начал из себя изображать человека в страсти, лекцию читать, вас затошнило. Потому что у вас есть вкус к другому получению знаний. Но люди, они все равно склонны, женщины склонны любить с понтами мужчин. Мужчины склонны любить женщин с понтами. То есть страсть все равно присутствует в жизни, да? Теперь сразу, ну, возьмем просто и спокойно сейчас перейдем к концептуальному пониманию милости в личной жизни. Очень простая вещь, допустим. Если вы устремлены сильно к Богу и сильно хотите, чтобы ваша семья тоже больше занималась именно духовными вопросами, то вы тогда вместо понтов у мужчины и у женщины будете видеть духовность. А все, вот это и есть спасение. Потому что чем больше понтов, тем больше проблем. Потом второй вариант. Ты хочешь очень красивую девушку или очень крутого мужчину. Сразу вы входите в зону понтов. Значит, жизнь вот с этим человеком будет похожа на бразильский телесериал. Там будут проблемы, да? Или третий вариант. Вы нашли себе девушку вот такой вот секс. Вот такой вот секс. То есть вы нашли для ее для чего? Не для того, чтобы с ней счастье в жизни испытывать, а просто эксплуатировать ее тело. Вам нужно от нее тело. Вам нужен секс. Вам не нужен человек. Вам нужен секс. Тогда третий вариант. Вы входите в зону невежества в отношении с этим человеком. И эта женщина, от которой вам нужен секс, она будет благородно с вами себя вести или нет? Будет? Нет? Потому что как ты к ней относишься, так она к тебе будет относиться. Она будет зеркалить. Как к человеку она к тебе относиться не будет. Как к душе тем более. Просто как к телу, которое ее понаслаждало, и она его выбросила из своей жизни, это тело, и все. Понятно? То есть семьи тоже по разным законам создаются. И в соответствии с того, какие мотивы создания семьи, такая и будет семья. Как определять, какие мотивы? Они определяются по месту знакомства. Если знакомишься в храме, скорее всего, будет возвышенная семья. Если знакомишься на дискотеке, тогда третий вариант, самый плохой. Если знакомишься на работе, тогда служебный роман. Тогда второй вариант. По ходе. Ну, это уже получше, чем на работе. Но это все равно не в храме. Ну, то есть в зависимости от мотивов складывается и в цели складываются. Мотивы определяются поведением человека. Вот, допустим, одевается как человек. Благости люди как одевают? Скромненько, по-подоброму, аккуратненько, в страсти пытаются как бы показать одеждой свой статус. А в невежестве как они одеваются? А? Молок. О! Да, это уже рваные джинсы там, наколки там всякие, как гребешком волосы такие, по-моему. Ну, по песням, давайте, допустим, песни, невежественное отношение к жизни. Человеку пофиг, как на него среагируют. Понимаете? Невежественное отношение к жизни. Вот сразу же вы с этим человеком будете иметь дело или нет? Понимаете? Опасность иметь дело с этим человеком или нет? Ну, давайте послушаем. Хороший. Это факт, что душу зверя стихи лечат, но настроение невежественное. Приведёт оно на высшие планеты? Нет. Поэтому очень важно понять, человек может красивые стихи писать там и всё прочее, но очень важно понять настроение. Если человек живёт для себя, он хочет балдеть, я говорю, я женщин не развращаю, я никого не обманываю, никого не стреляю. Почему меня критикуют? Потому что я живу для своего собственного наслаждения. Я просто московский озорной куляка. Я хожу по Тверскому околотку, в перевулке каждая собака знает мою лёгкую походку. Если у меня друзья готовы лучше отдать им свой лучший галстук, я пишу для всех стихий, и мне всё пофиг. Я живу для себя. Вот как мне нравится, так и живу. Это жизнь невежести, мои дорогие друзья. Результат этой жизни — деградация. Хоть ты что там, стихи хорошие пиши, потому что концепция твоей жизни неправильная. Она не приводит тебя к развитию Личности. Понятно? Понятно? Да. Такие люди, они могут быть в невежественной концепции? Могут быть. Могут быть. Потому что люди с невежественной концепцией могут иметь кучу-кучу запас благочестия. Вот, допустим, может человек с невежественной концепцией быть начальником завода или нет? Да, запросто. Потому что у него куча благочестия, и у него, в зависимости от добрых дел, которые ты в прошлом совершил, ты можешь иметь положение в обществе любое. Потому что это идёт от того, что ты принёс с собой, какой багаж. Ты можешь родиться в богатой семье с очень большими способностями, и ты можешь очень круто чувствовать себя в этом мире. Но если ты живёшь для себя, какие результаты будут для твоих близких? Да тебе будет пофиг на них. Вот если они тебе приносят счастье, ты с ними отношения строишь, а если нет, ты просто их вышвыливаешь из своей жизни. И как бы дарю вам весь мир, как это за ногу держишь, да? Я тебе говорил, что я тебя отпущу, а я тебя отпускаю. И он полетел. Это невежественная концепция. Хоть ты там спасаешь свою дочку, всех перестрелял, это невежественная концепция жизни, потому что тебе на всех пофиг. Понимаете? Ты живёшь для себя. И невежественная концепция означает, в твоей жизни будет действовать только злая судьба. Доброе не будет действовать. Милость не будет действовать, только злая судьба. Если злой судьбой нужно тебе давать больше денег, чтобы ты деградировал, она тебе будет давать больше денег. Если ей нужно, чтобы тебе было больше власти, она будет дать столько тебе власти, чтобы тебя отправиться на самый низший ад. Потому что с точки зрения Бога или судьбы, всё, что происходит в нашей жизни, рассматривается на долгую, а не на ежесекундную какую-то, как мы, допустим. А что это он такая свинья, живёт только для себя, ему Бог всё даёт, и хорошая жена, и хорошая работа, и власть, и слава, и у неё всё классно. Если бы вы видели, что будет дальше, не смотрели просто сейчас, вы бы поняли, как этот человек, по какой беду он попал. Допустим, возьмём не сильно далёкую перспективу. Вот я, допустим, учусь в 10 классе. У меня есть люди, которые передо мной, я же всё исследую. И вот есть ребята, которые в 10 классе, у них самые лучшие девчонки, они такие ходят все на понтах. Если ты не на того посмотрел, они тебе в морду дадут. У них своя компаша, они такие крутые. Где они сейчас, эти все ребятки, которые в 10 классе чувствовали себя очень хорошо? Как вы думаете, где они сейчас? Кто-то уже помер, кто-то в тюрьме, кто-то спился или спивается. Понимаете? То есть надо смотреть на далёкую, а не на близкую перспективу. Вот если ты сейчас на понтах, ты чувствуешь себя очень круто, но ты как бы имеешь неправильную концепцию в жизни, то ты находишься в опасной ситуации жизненной. И надо такого человека, который в такой ситуации относится, только сожалеть. Потому что если такой человек, допустим, вас бросает, это не значит, что вы в беде, это он в беде. У вас просто испытание, Бог вам даёт. Что вы думаете, если вы испытания свои пройдёте, Бог что, оставит вас в беде? Вы останетесь одна со своими детьми. Вы останетесь без достатка. Вы думаете так? Если человек сдаёт свои экзамены, меняет свою концепцию в жизни, он понимает, что главное в жизни — это Бог, а не вот это временное счастье, которое здесь существует. Вы что думаете, Богу не хватит милости на вас? Что думаете, Он вам не даст всё, чтобы вам нормально, спокойно здесь жить, на этой земле? Думаете, у него нет возможности? У него мужиков завались. Всем хватит. А как любовь возникает, знаете, она тоже из-за концепции зависит. Если человек в страсти, и он как бы на понтах хочет девушку, Бог ему даёт на понтах, она потом весь мозг вынесет. Вот если он хочет духовно развиваться, Бог ему даст такую, но она не будет такая сильно красивая, чтобы от неё три слова так. Она будет чистая, светлая. Чистый, светлый человек. Внешняя красота может быть меньше, но душевная красота будет высокая. Ты не будешь наслаждаться её телом, уже не сможешь, потому что наслаждение телом — это невежественная концепция. Кто больше всего в этом мире наслаждается сексом? Знаете? Почему вот так это? Невежественные люди. Они по полной программе наслаждаются сексом. Им Бог даёт очень большие возможности сексуального счастья. Вот прямо по самой крутой программе. Кто больше всего получает счастье от славы, власти и денег в этом мире? Страстные люди. Кто больше всего получает возможности испытывать глубокое счастье и пойти на высшие планеты, иметь самых лучших друзей, иметь хорошее здоровье, иметь чистую, светлую память, глубоко познать смысл жизни, глубоко понять всех, кто вокруг есть? Кто больше всего получает? Благостный люди. Олег Георгиевич. Еврейские крови помогают. Иначе самый хитрый. Знаете, да? Хорошо. Благостный люди. То есть за что боролся, на то и напоролся. Понимаете? Вот и всё. Всё очень просто. Поэтому разберитесь в этой теме. Я вам рассказываю о том, как мотивы и цели жизни влияют на всю-всю вашу жизнь. Не астролог влияет на вашу жизнь. То есть вы пришли, он вам там что-то сказал, значит так будет. Нет. Он может сказать, гороскоп ваш, но он не будет работать ни в благостном варианте, ни в невежественном. Гороскоп работает только в страстном варианте. Когда в соответствии с тем, что я хочу счастья здесь, сразу включается судьба, карма. Что заслужил, то и получил. Не заслуживаешь, не получишь. Заслуживаешь, получишь. Всё. Если ты перешёл на благостную концепцию, карма уже не может так сильно работать. Потому что начинает действовать милость. Если ты лучше будешь развиваться в тюрьме, Господь тебя посадит. Если ты духовно там будешь проседать, Он тебя освободит. Это называется милость. Милость означает то, что человеку помогает больше развиваться. Но милость состоит из двух частей. Первая часть — это то, что человеку даёт благо сейчас. А вторая часть — это то, что человеку даёт благо потом. Знайте, что Бог никогда не будет испытывать слабых людей. Если человек встал на духовный путь, и он не готов сидеть, в тюрьме, Бог его никогда не посадит. Он вам даст самое лучшее окружение, самое лучшее общение. Он вам даст развитие, возможности даст, даст счастье в сердце. Кого Бог может посадить в тюрьму? Если это милость, кого? Только святого человека. Потому что святому как раз это нужно, потому что он уже и так всё отработал, всю судьбу, у него только счастье свеет, а ему же надо развиваться тоже. Бог ему даёт испытания уже при развитии. Но это не про наш уровень, мои дорогие люди. И так, вот давайте посмотрим на свою жизнь. Вот чего вы хотите? Вы говорите, я хочу, блин, я хочу квартиру нормальную, нормальную тёлку, нормальных детей, нормальную работу. Олег Геннадьевич, я хочу, блин, этого, понимаете? Ничего страшного, мои дорогие друзья. Это нормально. Это называется ваша концепция, и вы от неё не слетите. Вот щелчком одним, вот связанным с этой лекцией. Человеческий путь означает постепенно, это постепенно происходит, менять свою концепцию. Вы не сможете поменять сразу. Пока вы Бога не почувствуете, вы не будете в Него верить. Чтобы в Бога верить, надо милость от Него получить. Он должен открыться. Он должен показать своё могущество, свою силу. Он должен показать вам знания. Он должен открыть этот мир шире, чем вы его видите, чем обычные люди видят. Шире должен показать, как устроено здесь всё. Эта милость, она даст возможность поменять свою веру, потому что душа всегда стремится к тому самому лучшему, что она чувствует. Вы слушаете лекцию, говорите, Олег Геннадьевич, вы сейчас говорите о Боге, а ведь у вас денег хватает. Вы так многие думаете. Вот. Но я, начиная с 28 лет, никогда не думал о том, чтобы заработать деньги. Никогда в жизни. Мне эта абсолютно тема была безразлична всегда. Я всегда думал о людях. Хотел им помогать всю жизнь. И Бог по мере моих возможностей давал больше и больше средств для того, чтобы это делать. И я сейчас тоже хочу дальше помогать людям. Конечно, я позаботился о своей старости, то есть себе там домик, баню сейчас достраиваю, чтобы можно было париться. И больше мне особо ничего не надо. Ну, как и любому человеку на этой земле. Просто какие-то нормальные условия для жизни. Нормальную человеку, который понимает, что что ты с этим дворцом будешь делать там, что ты будешь по нему бегать, считать комнаты эти, задержать этих всех гувернанток. Один известный человек, очень популярный и очень богат. Сидя в гостинице, в гостиничном номере, принимая ванну, которую он смог принять, позвонил своей гувернантке. И она говорит, я сейчас в вашем джакузи лежу, мне так классно в вашем доме. Спасибо вам за то, что вы меня взяли на работу. И он, блин, думает, для кого я дом-то построил. Я в основном езжу, лекции читаю, а в моем доме, в моем доме наслаждаются гувернантки. То есть до него дошло, что как бы счастье, которое он хотел поймать, досталось кому-то другому. В этом мире так всегда и происходит. Поэтому мы не сможем поймать здесь земное счастье. Не сможем. Но он всегда будет убегать. Потому что оно и молитно по своей природе. Там работают законы определенные. Вот если, допустим, ты молишься Богу, еще не знаешь даже, что Он тебе принесет счастье, чистых друзей, чистые мотивы, чистую жизнь, чистое питание, чистое отношение к людям. Все самое лучшее Он тебе даст, Господь, в этом мире. И ты не знаешь, что просто решил попробовать молиться. Уже начнет меняться твоя жизнь. Другие люди будут окружать. Все другое начнет. Ты увидишь все фальшь того, что ты имел в жизни. Понимаете? Но при этом параллельно у тебя будет сильное желание красивой девушки или очень сильного мужчины. У тебя будет сильное желание детей. у тебя будет сильное желание квартиры, машины. Человек должен отказываться от своих желаний или нет? Нет. Вот молодцы, правильно вы говорили. То есть концептуально все меняется постепенно. Живите счастливо. Вот если у вас есть хорошая зарплата, пускай будет хорошая зарплата. Есть хорошая жена, красивая, прям такая. Одной ногой пишет, другой зачеркивает, такая. Вообще просто. Ну просто. Вообще просто. Ну и слава Богу. Есть хорошая, красивая квартира и слава Богу. Есть хорошее здоровье и слава Богу. Не надо в этой жизни ни от чего отказываться. Просто поймите, что все это вам не поможет. То есть это все есть и слава Богу. Надо стремиться получить то, что поможет. Есть три вещи, которые помогут. И к этому надо всеми силами стремиться. Для того, чтобы быть здоровым и иметь хорошее настроение, такое очень светлое восприятие этого мира, нужны аскезы. И этот вкус аскез передается где? Как вы думаете, где он передается? Он передается в Исмаиловском парке в четверг, да? В четверг в семь утра возле памятника Ленина. Там как называется метро? Соколиная гора. То есть вы ходите, приходите к памятнику Ленина. Ну допустим, вы не хотите сами бегать, вы не хотите купаться кругом, но посмотрите на тех людей, которые хотят. Потому что желание передается от одного человеку как к другому, как аромат. Желание передается. Если вы увидите, как мы счастливо бегаем. А почему мы счастливо бегаем? Потому что мы любим природу. Когда человек любит две вещи, природу и аскезы, он будет здоровым, счастливым, жизнерадостным. и когда вы спросите у такого человека, а вы плакали, Олег Геннадьевич, ответ будет такой, не дождетесь. Потому что когда человек живёт правильно, он совершает аскезы, он очень аскетично относится к своему телу, оно будет держаться, оно будет иметь силы, понимаете, и справится человек, справится, у него будут силы душевные, психические. Зависят от аскез и контакта с природой. Очень сильно от этого наша жизнь зависит, мои дорогие друзья, очень сильно. Поэтому я вас заклинаю, учитесь этой такой жизни, учитесь, приходите, посмотрите, как люди бегают на природе, посмотрите, как они купаются в проруби. Посмотрите на это, чтобы к этому начать стремиться постепенно, у вас у всех получится. Какой бы возраст у вас ни был, начинайте прямо сейчас совершать аскезы, контакт с природой, и вы получите бесплатно две вещи, за которые любой человек на Земле готов заплатить любые деньги. Первое — это ощущение наполненности эмоциями, настроением и радостью жизни. Первое вы получите. И второе — хорошее здоровье. Ну как вы думаете, дорогие вещи вообще это в жизни? И представляете, это оказывается не страстная концепция жизни, а благостная. Оказывается стремление к здоровью, к аскезам, вот эти аскезы, правильный режим дня, правильное питание, аскетичные вот эти действия, неподвижное положение тела, длительное движение, посты, контакт с солнцем, с водой, с воздухом, со снегом, и с деревьями. Всё это абсолютно бесплатно. Это просто наш выбор в жизни. Тело хочет умереть. Оно материальную природу имеет. Я вчера вам ставил песню, что наша жизнь — это борьба духа с телом, понимаете? И в чём заключается эта борьба? Запомните истину, сейчас которую я вам скажу. Человек, который позволяет телу лениться, долго не проживёт. Тело ему устроит Кузькину маму. Он будет страдать в этом мире. Просто есть два типа людей. Есть женское тело, женское тело, которое не надо заставлять, его надо вдохновлять. Если вы шедевно женское тело заставите, оно вам скажет, «Да пошла ты!» и начнёт психовать. Потому что женское тело предназначено для расслабления, для счастья, для комфорта, для покоя. Какое тело получили, то зато и распишитесь. Женское тело говорит, «Какая прорубь!» «Я женщина, Олег Геннадьевич!» Но у нас женщины лазят в прорубь вообще без проблем. И испытывают ещё больше счастья от женского тела, чем вы можете представить. И так же от пробежек. У нас женщины бегают рядом со мной. Вот у нас Светик есть, Семицветик. Она прямо с моей скоростью шурует. Бегала, бегала, и оторвала себе. Самого лучшего парня забрала в клубах благости. Набегала себе мужа. Нагнала и перегнала. Вот. Ну, это не только она у нас, и Вероника тоже нормально. как бы она попросила. Светик. Светик. Вот. То есть, тело чего хочет. Сейчас вам дам истину, которая вам очень сильно поможет жить. Тело хочет жрать по ночам. Она хочет расслабиться, заснуть навсегда. Как можно больше спать она хочет. Тело хочет комфорта, как можно больше комфорта, тепла, уюта и секса. Больше ему ничего не надо. Все эти вещи уменьшают продолжительность жизни. Запомнили? Всё это уменьшает продолжительность жизни. Когда человек совершает статические упражнения, длительное движение, посты, он увеличивает своё здоровье, возможность радоваться этому миру и увеличивает свою способность жить до самой старости глубокой, радостно, счастливо и крепко. И когда человек ломается, когда тело говорит «Всё, я больше не могу зарядку сделать, значит скоро сдыхать». Я не могу купаться в прорезь, скоро сдыхать. Я не могу рано вставать, скоро сдыхать. Я не могу соблюдать диету, правильное питание, поститься, не могу скоро сдыхать. Борьба с телом означает долголетие и счастье и здоровье. Запомните, попустительство ему приводит всегда к преждевременной смерти, болезням, геморрою. врачам, операциям и всему остальному. Понятно? Как вы думаете, когда я обследовался в последний раз? Я не помню. Нет, я обследовался, но уже не помню. Знаю, может, 15 лет назад. Ну, максимум, что я у меня там зубы лечил, зубы все лечат. Вот, остальное как-то проблем нет никаких. субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok